80% больных ковидом одесситов переносят его бессимптомно или в легкой форме. Остальные нуждаются в госпитализации. Говорят специалисты за год наблюдений. Медики отмечают, что смертность в городе низкая 1,7%. Лучший способ быстро получить помощь при первых симптомах – это обратиться к семейному врачу. Тем, у кого его нет, надо обратиться на городскую горячую линию 1550. Ему подскажут, какой ближайший центр первичной медико-санитарной помощи к его дому или к тому месту, где ему удобно наблюдаться. И порекомендуют туда обратиться. Он в телефонном режиме обращается в этот центр, в телефонном режиме знакомится со своим доктором, заключает декларацию и получает всю необходимую помощь. Медики говорят, что пик заболеваемости еще не пройден только за последнюю неделю. Прирост инфицированных 11%. Из-за этого приходится постоянно разворачивать ковидные койки. Сейчас их 925. Расходы на лечение конкретного пациента, вызов скорой, ПЦР-тестирование и дальнейшее лечение городу компенсирует государство. Однако есть исключения. для амбулаторных больных выделено 400 тысяч гривен на подобную процедуру. Медики говорят, что острого кадрового дефицита нет. Однако есть ощутимая нехватка анестезиологов. Врачи, которые переболели ковида, могут получить 10 тысяч гривен материальной помощи. Родственникам умерших медиков выплачивают 100 тысяч. Никаких прогнозов специалисты не делают. Только снова напоминают о масках и дистанции.